Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу о уникальном автомате Калашникова зелёного цвета. Этот автомат наверняка узнают те, кто служил в пограничных войсках, ведь все зелёные Калашниковы были наградными и созданы исключительно для пограничных войск КГБ СССР. Конечно, на Ижмаше и раньше изготавливались наградные автоматы. Но, как правило, они сразу отправлялись в музей. Только пограничники удостоились чести пользоваться такими автоматами по назначению. Самые первые наградные Калаши создали в 1973 году. Они имели табличку со словами «Победителю в социалистическом соревновании конструктор Михаил Калашников». Но помимо таблички автомат выделялся зелёным цветом пластиковых деталей, что подчёркивало принадлежность к пограничным войскам. В автобиографии Калашникова мы можем найти выдержку из письма, которые ему прислало командование погранвойсками. По инициативе комсомольцев и молодёжи Ижевского оружейного завода были изготовлены автоматы АКМ с гравировкой, которые он вручил 24 января 1973 года в Москве на слёте комсомольцев и молодёжи воинов-пограничников. Автоматы вручены делегатам каждого пограничного округа. С того времени лучшие из лучших пограничники выходят на охрану государственной границы с дарственным оружием, соревнуясь за право владеть им. В 1974 году выпуск зелёных Калашниковых продолжился, но эти автоматы были немного изменены, а табличка приобрела новую форму и надпись. Автоматы отличались не только цевьём, но и прикладом. Если первый вариант имел гладкую поверхность, резиновый на затыльник и антабку внизу приклада, то на втором её перенесли на левую сторону, на затыльник получил оребрение, а с обеих сторон появились продольные выемки. Что касается цевья, то в первом варианте у него было характерное оребрение, у второго варианта цевьё было гладким. Также к автоматам шли в комплекте штык-ножи, уже знакомого нам зелёного цвета. В следующий раз автомат пограничников претерпел изменения в 1986 году. Надпись на табличке снова поменяли. Магазин, приклад, цевьё, ствольная накладка и пистолетная рукоятка не отличались от стандартных, кроме цвета. Наградные автоматы хранились на заставах различных пограничных округов Советского Союза. Вот что рассказывал о них замглавы пограничной службы Украины генерал-полковник Павел Шишолин. Именным автоматом по годовым итогам социалистического соревнования награждались лучшие пограничники. По плану это должно было быть переходное отличие, передаваться от лучшего подразделения к следующему лучшему. Но эта награда всегда оставалась у нас, ведь мы десятилетиями не уступали первенства. Рава «Русская застава» находилась на основном направлении сосредоточения усилий отряда. Именно здесь проходил один из основных маршрутов нарушителей границы. Из восьми именных застав, которые насчитывались тогда в составе львовского пограничного отряда, Моринская была одной из лучших. Много лет подряд борьба за звание «Лучшие» происходила между ней и Лопатинской. Понятно, что у образцового подразделения нашу награду именное оружие никто не забирал. Конечно, солдаты срочной службы каждый год уходили в запас, и автомат переходил от отличника к отличнику. Его всегда вручали в торжественной обстановке. Этот ритуал осуществлял лично командир отряда, в то время полковник Павел Алексеевич Лимонов. Поскольку эта именная застава не сдавала передовых рубежей, руководство, наверное, привыкло к тому, что именной калаш остается в подразделении. Так длилось на протяжении 70-80-х годов. А потом пришла независимость Украины. Память про именное оружие потерялась в вихре более насущных проблем построения отечественного пограничного ведомства. Таким образом, зеленые автоматы Калашникова сейчас встречаются очень редко и представляют собой огромную ценность. Друзья, каждый день я ищу новые интересные темы, проверяю и перепроверяю источники, чтобы создать классные видео. Я буду благодарен вам, если вы поддержите мой канал на Патреоне, что позволит уделять еще больше времени каналу и радовать вас годнотой. Также в будущем патроны смогут голосовать за темы для видео. Ссылка на Патреон в описании под видео. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok